То есть практически висцеральная хиропрактика, о которой мы сейчас с вами начали говорить, это тема, которая охватывает практически все. То есть живот, шея, рот, кожа, мышцы, кости, опорно-двигательный аппарат. То есть и практически мы используем и пиянки, и фитотерапию, и гомеопатия, и механотерапию. И чем больше у специалистов специализаций, то привязав все это к животу, у него больше появляется понимание всех тех процессов, которые происходят. К сожалению, наша медицина, она немножко далековато чуть-чуть от этого. То есть появились различные медицинские специализации, которые потеряли человека. Если взять, говорить о гинекологии, то вот самый простой пример я привожу. Вот посмотрите, гинекология, область малого таза. Гинекология питают две основные магистральные артерии, которые идут из-под желудка. Две артерии аварис, которые питают матку кровью. И вот представьте, эти две артерии проходят под желудком и под тонкими кишками. И если мы имеем одеревеневший тонкий кишечник, то идет сдавление этих артерий. И как бы гинеколог не старался что-то сделать, чем-то помочь, проблема не решается, потому что кровь не поступает к органу. То же самое, когда мы с вами говорим о простатитах или про аденомы. Почему этот вопрос все-таки подводится к тому, что мужчину оперируют, женщину оперируют? Ведь медицина должна быть терапевтической, а не хирургической. Помните слова Великого Пирогова, который говорил, что хирургия – это позор для медицины. А у нас сейчас все переводится на хирургию. Это совсем сейчас как бы ошибочная ситуация. И вот, работая с внутренними органами, мы видим как раз немножко другими глазами все процессы.